Вот это наши три объекта 2020 года, объекты образования. Школа, где мы сейчас находимся на 825 дней. Нам необходимо здесь 10 миллионов, для того, чтобы завершить до конца пристроительные работы и оборудовать оснащением школы 150 миллионов. И доступность дошкольного образования тоже, что немаловажно. У нас в Козыле строится 2 детских садов, от 280 мест. На сегодняшний день у нас дефицит в готовности 71% и 75%. Ну, соответственно, дефицит по городу Козылу порядка 997 миллионов рублей. Обозначена наша проблема, что при расчете средств субсидий на строительство образовательных организаций поправочные коэффициенты у нас учитывают, не учитывают климатические особенности региона, но и республика, которая приравнена к раннему северу. И очень просто нужно пересмотреть коэффициент 1.1 на 1.6, чтобы в последующем у нас вот таких подробных вопросов не возникало. Антон Геннадьевич, как-то планировали, почему так случилось? Ну, не знаю. Вы знаете, между двумя приказами мы строили именно просвещение в прошлом, чтобы было противоречие в стоимости оборудования. В наших нормативных документах 17 тысяч на учениках, в их нормативах 198. И сразу во всех проектах школ Российской Федерации вот эта разница была. Сейчас мы совместный приказ у нас уже готов, который... Вот этот скрытый дефицит, который мы сегодняшним назвали... Антон Геннадьевич, а средства были выделены? А средства были запрещены? Осваивались, или все-таки переходили? Средства... Конкретно от школы. Да, средства осваивались.